В Люберцах завершает работу первая смена школы молодежного актива «Продвижение». В течение четырех дней старшеклассники и студенты техникумов работали над созданием социальных проектов. Лучшие из них при содействии администрации будут реализованы в округе. Тему продолжит Богдан Колесников. Все ваши идеи, которые у вас есть, мы всегда поддерживаем. И важно, чтобы вы были активны, чтобы вы познавали все, что вам мы преподаем. Старайтесь добиваться самых амбициозных целей и задач, у вас все всегда получится. Проект объединил 100 самых активных и заинтересованных. Ребята разбились на команды по четырем направлениям. Экология и зооволонтерство, патриотическое воспитание, событийное волонтерство и медиасфера. Генеральный директор Люберецкого телевидения Виктория Лучко, которая выступила экспертом, рассказала об особенностях журналистики и почему средства массовой информации должны шагать в ногу со временем. Мы можем подать информацию совершенно в любое время суток. Если раньше мы ждали выпуск газеты, либо новостей в определенное время, сейчас, как вы заметили, что-то произошло, войсковая система ищет, через две минуты это уже у вас. Поэтому СМИ, дабы до вас доносить все быстрее и оперативнее, ушло в интернет. Член Координационного совета волонтера культуры Подмосковья Денис Колесникович рассказал о самом молодом направлении добровольцев в регионе. К общественному движению, которому исполнилось пять лет, присоединились уже более 12 тысяч человек. К сожалению, Люберцы пока у нас не хвачено в этой сфере волонтерства. И вот, надеюсь, после этой встречи у ребят, они окрылятся, вдохновятся и откроют представительство Всероссийского движения волонтеров культуры здесь. Ребята перед самой встречей уже подбегали, они уже познакомились, они уже почитали. Им очень интересно, видно заинтересованные их взгляды. Мне очень здесь интересно, мы работаем над проектом «Экофест». Он будет проходить в Центральном парке культуры и отдыха. Все ребята трудятся, стараются. Мы уже делаем презентацию к этому проекту, уже полностью сам макет проекта сделан. И такие встречи, они очень помогают, они очень продуктивные и полезные. Над проектами работали вместе с наставниками. В качестве экспертов выступили специалисты Федерального агентства по делам молодежи, координаторы волонтерских организаций, актеры, журналисты и общественные деятели. Начались мастер-классы, они будут длиться до 9 мая, чтобы все смогли, ну как можно, они единовременно в течение, ну вот. Уже в аудиториях участники школы молодежного актива подробно рассказали о проектах и обменялись мнениями с экспертами. Диалог на равных позволил обсудить актуальные темы и задать волнующие вопросы по реализации своих идей. Это, на самом деле, очень интересная работа. Проект у нас ко дню народного единства. Благодаря гостям, которые к нам приходят, мы получаем новые знания, советы, которые помогают нам сделать проект намного лучше. Мы волонтеры медианаправления. Наш проект сейчас поддерживается, чтобы одобрили в Люберцах строительство медиа-центра, который в дальнейшем будет сильно развивать медианаправленность. У нас в команде 25 человек. Каждая мысль для нас важна. Проект школы молодежного актива продвижения действительно был долгожданным для многих ребят, и они ждали этих осяних каникул для того, чтобы принять в нем участие. Мы как организаторы видим большую отдачу от ребят. У них действительно горят глаза, когда они приходят на события школы молодежного актива. И они уже приходят заряженные с новыми идеями, которые мы им помогаем упаковывать для дальнейшей реализации. Школа молодежного актива второй год объединяет самую креативную и неравнодушную молодежь Люберец. Лучшие проекты, представленные участниками форума, будут реализованы.